Так, всем привет! Вы на канале Тренер Хапаев. Сейчас я немножко раскрою некоторые тайны, которые люди проживают в себе и сами не знают ответы на эти вопросы. Хотя вещи очевидны и то, что я буду рассказывать, оно вроде как на поверхности лежит. Но все равно человек, особенно больной, никак не хочет в это вникать. У больного человека, коксартрозника, есть желание все время тренировать свое больное место в расчете на то, что чем больше он будет его загружать, тем будет лучше. Хотя во всех видах спорта существует понятие периодизация, о которой я много говорил. И, кстати говоря, кто хочет поглубже все это узнать и понять, как распределяются нагрузки, вам лучше записаться ко мне в группу. Но для тех, кто все-таки самостоятельно, знаете, хотел сказать, рвет задницу себе в надежде на то, что если он сделает 500 приседаний, у него коксартроз пройдет, это неправильно. Значит, надо понимать четко, что опять я коснусь вот этой темы частичных нагрузок или нагрузок, как бы вот слово подобрать хорошее, а ненавязчивые нагрузки. Вот я не видел определения другого, где-то вот ненавязчивые нагрузки, это, ну давайте разберем ходьбу. Вот я был в Геленджике, отдыхал там три дня, встречался со своими знакомыми, тренировался, и мы с женой ходили по набережной. Первый день ходили, второй день, третий день ходили по набережной. Ну, благодаря тому, что я человек тренированный, и я знаю, что такое периодизация нагрузок, я распределил нагрузки следующим образом. Первый день я гулял много, на полную катушку. На второй день я больше сидел, то есть мы ходили, но уже с такими интервалами, чтобы можно было больше посидеть где-то в кафе, на скамеечке, подышать морем. И на третий день я сделал нагрузку в половину меньше, чем в первый день. И несмотря на это, в любом случае я приехал и чувствовал, что у меня икроножные мышцы забиты. То есть не после первого дня, а после третьего дня. Представьте, что получается у людей, которые не контролируют свою нагрузку, которые ходят и третий день, и пятый день, и двадцатый день по одному и тому же маршруту. И причем у них складывается мнение, что тело у них привыкло к этой нагрузке, эта дистанция дается им уже достаточно легко, и в общем-то никаких проблем нет. И действительно, пока вы ходите в свой отпуск или какой-то новый маршрут вы себе выработали на работу, решили пешком ходить, и выходите там 15-20 дней, у вас особо ничего не происходит. То есть приступы, которые у вас возникают, вы это не перекидываете на то, что вы сейчас много ходили. Вы думаете, что приступы это от того, что вы там где-то наклонились и что-то не так повернулись резко и так далее. Но на самом деле я вам хочу сказать, что вот этот эффект накопленной усталости, он работает при вот этих ненавязчивых частичных нагрузках. Ваше тело утомляется полностью, потому что при ходьбе у вас работают все мышцы тела. Вы получаете нагрузку на все мышцы тела. И если у вас нету плана тренировочного, да-да-да, тренировочного плана, как вам ходить каждый день, вы просто себя введете в состояние депрессии, вы зайдете в тупик. Вы не сможете, настанет день, когда вы подумаете, а почему мне не хочется идти? Почему мне сегодня абсолютно не хочется идти? Или у вас произойдет такой кризис, такая боль вас застанет врасплох, что вы не будете понимать, откуда она произошла? Повторюсь еще раз, что, например, ваша прямая мышца, которая отвечает непосредственно при ходьбе, то есть вот квадрицепс, прямая мышца, которая ваш таз цепляет вместе с бедром и крепится к берцовой, еще и за колено отвечает. Ваша портняжная мышца, которая самая длинная мышца, которая работает тоже при ходьбе, потому что там и колено, и тазобедренный сустав участвуют. Они находятся, ну вот при коксартрозе прямая мышца постепенно вообще пропадает. То есть если у вас рельефная нога, и вы видите вот эту прямую мышцу, которая идет вот прямо, поэтому и названа прямой, то она постепенно будет пропадать. У людей, у которых аморфное тело, вы ничего не увидите. Почему она пропадает? Потому что в связи с заболеванием у вас шаг становится короче. То есть теряется свойство мышцы, мышца не нужна такая уже упругая, такая мощная, и она начинает постепенно сдавать свои позиции, потому что нет той нагрузки, нет той ширины амплитуды шага, при которой мышца могла бы развиваться. Тем более вы там не приседали, не делали выпады, и она постепенно затухает. Она сокращается, она становится меньше, она сжимается, она уходит к себе в камеру, она закрывается. Но вы при этом постоянно, постоянно без отдыха продолжаете долбать, долбать, долбать эту мышцу. Я просто, вы долбите все, но я просто на примере ее говорю, да. И в конечном итоге она не выдерживает, и вот это сокращение переходит какой-то недопустимый рубеж, и она просто начинает выть от боли, и ваши нервные рецепторы получают сигнал, что вам больно, что нужно просто отдохнуть. Но некоторые начинают еще больше ее растягивать, больше усугублять ее, и в конечном итоге вы переходите просто-напросто на обезболивающие таблетки. Поэтому периодизация. Если вы сегодня походили, любой спортсмен это знает, кроме вас. То есть, если я сегодня закачал руки, то я 2-3 дня их трогать не буду. То есть, я не буду делать нагрузку. Или если я закачал их очень активно, очень сильно, то на следующий день я их буду растягивать и делать в мягком, в лайтовом режиме эту нагрузку. Да, если мы говорим о какой-то специализированной тренировке, там кто рукоборцы, армрестлеры, которым постоянно надо тренировать руки. И то они делают перерывы. А если вы сегодня проходили целый день, там, да, ходили на экскурсию в магазины, там, на море, и вы хотите это же повторить на следующий день, то, поверьте, вы придете рано или поздно к кризису. У вас будет все это болеть, мучить вас, и вам придется жить на обезболивающих таблетках. Но более подробно и более аргументированно все это в моей группе. Пожалуйста, все ссылки будут внизу под видео. Записывайтесь, и вы будете узнавать, как работать со своим телом, и какие отдыхи, какая нагрузка должна идти на ту или на другую мышцу. Всем пока.